Всем доброго времени суток, решил сегодня немного проэкспериментировать и сделать генератор из небольшого асинхронного двигателя. В качестве донора у меня трехфазный двигатель на 3000 оборотов и 90 ватт. Цель сделать генератор как можно проще, без перемотки статора и посмотреть какие характеристики он сможет выдать. Генератор у меня будет с ротором на постоянных магнитах, для этого мне его нужно аккуратно разобрать и достать оттуда в ротор. После этого, когда мы извлекли нужную нам деталь, его нужно проточить. Проточить так, чтобы он смог с магнитами поместиться внутрь. Если у вас нет доступа к токарному станку, то вы можете воспользоваться дрелью и болгаркой. Магниты буду использовать якобы неодимовые. Заказывал я их с Алиэкспресса и походу китайцы меня обманули, потому что по мощности они совсем немного мощнее, чем обычные ферритовые. Приклеивать я их буду в два слоя, чтобы хотя бы немножко увеличить магнитное поле. Для лучшей склейки я их немного зашлифовал. Делал это все с помощью наждачного круга. Только будьте аккуратны, так как пыль неодимовых магнитов токсична. Чтобы знать, как правильно приклеивать магниты к ротору, нам нужно узнать сколько полюсов у двигателя. Если у нас 3000 оборотов, то это у нас двухполюсный двигатель. Значит на роторе у нас будет два полюса, север и юг. Если, к примеру, у нас двигатель на 1500 оборотов, то это уже четырехполюсный двигатель. Значит на роторе у нас будет четыре полюса и они будут чередоваться. Один полюс у меня должен занимать аж половину ротора. Поэтому с одной стороны у нас магниты будут расположены северной частью, а с другой стороны южной. Вот примерная схема. Ставим наш ротор обратно и теперь мы можем добывать электричество Для удобства испытаний я сделал небольшой стенд Вместо бензинового двигателя или еще какого-то источника механической энергии У нас будет электрический черный двигатель Он выдает как раз таки нужные нам 2700 оборотов Чтобы наш генератор выдавал ровно 50 Гц Нужно будет подавать ровно те обороты, которые вырабатывал наш двигатель до этого Если я не ошибаюсь, то лампа светодиодная на 15 Вт Напряжение без нагрузки 125 Вольт Напряжение со светодиодной лампой около 110 Вольт Каксимальная мощность, которую я смог добыть из одной фазы Это 17 Ватт При напряжении в 100 Вольт и 170 мА К сожалению, напряжение получилось очень низкое Я надеялся, что будет напряжение 220-380 в зависимости от соединения Если у вас есть идеи, в чем может быть проблема Пишите в комментарии, мне очень будет интересно почитать Но даже на таком низком напряжении может работать большинство импульсных блоков питания Вот вам пример Светодиодная лампа, которая работает при напряжении 220 Вольт Может спокойно работать от 100 Вольт Также само импульсные блоки питания от телефонов и других зарядных устройств Также смогут работать от этого генератора Так как минимальное напряжение, при котором они работают, 100 Вольт Я думаю, основная причина в том, что генератор получился не столь мощный Из-за того, что использовал очень тонкие и слабые магниты Я думаю, если установить хорошие магниты, мощность возрастет даже больше 90 Ватт на 3 фазы Еще большая проблема в том, что в двигателе используется очень тонкая проволока Вот вам пример И такой проволокой моталось всего лишь в одну жилу Визуально она даже 1 Ампер будет пропускать с очень большой проблемой Мне уже пришли большие и мощные магниты с Алиэкспресс Но испытать их на этом генераторе у меня уже не получится Так как я его перемотал под BLDC мотор Видео про который скоро уже тоже выйдет На этом пока что все Спасибо большое за просмотр Мирного вам неба над головой Всего хорошего, до встречи